Добрый день, уважаемые господа! Итак, что у нас есть для того, чтобы детально изучать рынок правильно, шаг за шагом и исключив все ошибки, которые присутствуют у нас на рынке начинающим любителям, скажем так, непрофессиональным участникам рынка ценных бумаг и электронных торгов. То есть у нас отдельно есть взятый счет, это счет на брокер-кредит-сервис, из которого у нас каждый день в режиме онлайн копируются все сделки в момент их совершения в указанную таблицу, которая у нас открыта отдельно, и все эти сделки в хронологическом порядке сверху вниз можно брать, анализировать и смотреть, как они совершались, для чего они совершались и каким образом они совершались, их количество, их качество, исполнение. Какой принцип мы преследуем? Мы преследуем принцип, что мы совершаем все сделки в плюс подряд и у нас ведется учет этих сделок. Таким образом мы начинаем набор позиций на снижении рынка и отторговываем этими сделками все изменение движения цены инструмента, то время пока инструмент идет вниз, пока он идет против нас. Почему? Это происходит потому, и первое, мы сразу объясняем, что мы работаем только с направленными позициями. У нас позиции направленные, они лонговые, у нас отсутствуют стоп-приказы, у нас отсутствуют плечи и у нас присутствует стратегия, которая называется Bind Power, то есть мощность покупки. У нас есть стартовая сумма проекта и у нас есть всегда сумма акций и сумма наличных, так вот сумма наличных в лучшем случае должна в два раза превышать сумму акций. В основном своем случае она должна примерно равняться сумме акций, как у нас есть сейчас. А для чего это делается? Таким простым приемом и такой простой выбранной стратегией мы очень сильно уменьшаем риски, так сказать, потери инвестиций. То есть один факт того, что у нас всегда есть наличные в огромном объеме, он уже стратегически, статистически очень сильно повышает наши шансы в будущем увидеть на этом счету хорошую прибыль. Сегодня у нас речь пойдет о методике набора позиции. Итак, мы начинаем, то есть у нас первый пункт мы уже обозначили, что у нас все позиции по фонду направлены и смотрят они строго вверх. Далее мы начинаем к своим стратегиям, которые только что сказали Bind Power, цеплять методику набора позиций. А методика набора позиции у нас исключительно опирается на систему шаблон, которую вы сейчас видите. Она представлена у нас в виде многочисленных окон одного и того же инструмента, потому что мы используем одновременно несколько таймфреймов в своей работе. Таймфреймы у нас поделены на сегменты, это интро, медиум и глобал. И, грубо говоря, интро, короткие таймфреймы у нас представлены вверху таблицы. Это секундный, минутный, пятиминутный таймфрейм, который локально на очень коротком участке позволяет нам отслеживать движение сигнала. Далее идет медиум, которым мы пользуемся ежедневно, постоянно, практически в своей работе каждый день. Это основные таймфреймы 10-15 минут. И у нас есть правило, и правило это мы сразу запишем. Мы никогда не стоим, наша позиция не стоит против сильных сигналов по данным таймфреймам. Ну, а дальше уже идет дневной и недельный. Дневной мы очень часто переключаем, дневной мы очень часто переключаем на час, мы его переключаем на 4 часа. То есть мы в своей работе открываем график и начинаем, когда мы хотим выбрать, когда нам ходить в позицию, очень детально изучать. Смотрим, что у нас происходит на часе. На часе, допустим, в данный момент у нас сигнал на лонг. Этот сигнал сегодня в течение дня мы уже отработали, потому что сегодня на основе акции CX, это консоль Energy, мы объясним вам методику входа, которую мы используем ежедневно для формирования позиции. Итак, вы видите, что на часе у нас уже есть сигнал, на лонг, на таймфрейме день у нас еще сигнал очень сильный и очень сильный сигнал на то, чтобы акция снижалась. Как мы проявили интерес именно к этой акции, почему именно в ней начали формировать позиции? Первично мы смотрели, естественно, на глобальные моменты в акции, очень был сильный тренд вниз, акция очень долго снижалась. Она упала в 4 раза за 2019 год и это все время мы наблюдали. Далее был сильный сигнал на лонг, потом был сигнал накопления тенденции. Вы видите, что акция продолжала снижаться, линии уже укоротились, они вытягивались в правую сторону. Глобальное снижение, провал, значит, был у нас окончен. Потом накопление силы сигнала переросло в другой термин, сложение силы сигнала двух сигналов данного сигнала и данного сигнала. Произошло сложение и у нас начался сигнал продолжения тенденции, это уже был сигнал лонг и рост. Акция выросла процентов на 40 и вот в этой точке мы уже проявили к ней интерес. То есть мы ни в коем случае не собирались покупать на росте, потому что тут были сплошные покрасневшие линии. Мы стали ждать, когда акция сделает сильное движение и начнет снижаться. То есть и она должна была снижаться в данный уровень, который уже был у этой акции поддержкой. И на этом уровне нам нужно было начинать формировать портфель. То есть все это снижение мы ждали, мы ждали, наблюдали за акцией и какие нам нужны были от этой акции, так сказать, сигналы. Нам нужно было, чтобы был какой-то день с очень сильным движением. Во-первых, отбирая к себе в портфеле акции, мы отбираем акции только с очень сильной волатильностью, которые очень сильно ходят. Мы дождались дня, когда началось очень сильное движение, оно началось вниз на падении. Мы набираем и формируем позицию, потому что у нас все позиции, как мы сказали, основное правило направленное. То есть направленные позиции мы никогда не шортим. Мы никогда не шортим, мы используем философию. Раз не существуют отрицательные цены акции, то значит шорт это чей-то лонг, который вам отдали взаймы. Ну и еще вы с этого платите проценты. То есть мы дождались этого движения и на сильном движении, в условиях сильной волатильности мы сегодня стали совершать сделки и формировать позицию в указанной акции. То есть какими принципами мы руководствовались? То есть мы увидели максимальные силы сигнал на таймфреймах 5, 5, 10 и 15 минут. На таймфрейме 5 минут это была максимальная глубина и статистическая. И у нас началось формирование портфеля. Тут открыт у нас терминал TradeStation. Ну а сам же портфель, как мы уже сказали, он представлен у нас от Interactive Brokers. И там минимальные комиссии. То есть у нас идет минимальная комиссия. Мы можем торговать даже 100 лотами, потому что комиссия там не превышает 1 доллара. За 200 лотов где-то с нас берутся, может быть, 1,5 доллара. То есть все сделки отражаются в табличку, и этот портфель всегда сверяется, он всегда онлайн. И у нас реальные цифры всегда совпадают с реальными цифрами по портфелю. И всегда можно видеть результат. Пока портфель не показал какой-то гигантской прибыли, он уже 2,5 месяца находится в состоянии набора позиций. Позиции мы расширяем, у нас расширяется сетка. Иногда эта сетка сокращается, сокращается. Она за счет тех позиций, которые отросли, они закрываются, чтобы у нас поддерживать уровень наличных, чтобы у нас поддерживать уровень минимального стратегического риска по этому портфелю. Поэтому мы не можем, то есть в крайнем случае, только мы заполняем весь портфель этот полностью акцией. Итак, сегодня мы говорим о CX и открыли бы наш приятненький терминал в TradeStation, который специально настроен под систему шаблон, чтобы вам подробным образом рассказать, как это формируется. На сильных движениях вниз, когда начинает у нас сигналить, мы начинаем делать входы. Входы иногда делаем по нарастающей. То есть иногда у нас чем ниже цена, тем у нас больше увеличивается объем. Соответственно, среднее у нас ползет вслед за нами. И в моменте сегодня позиция показывала до минус 500 долларов. То есть мы допадали так, что здесь мы когда покупали, у нас уже позиция хорошо ушла в минус. Она уже показывала минус 500 долларов в текущем моменте. Далее эти все сделки вы можете видеть. Если здесь выбраться X, то мы покупали и по 12.20, и по 12.00, и по 12.02. И по 12.11.00 у нас шли-шли-шли покупки. То есть в районе 12.00, и потом акция провалилась. Мы продолжили покупать. Низ у нас был 1.87. Это практически 10 центов от дневного лоу. И что же мы стали делать дальше? Как только первый пошел отскок, то есть отскок составил 15 центов, мы сразу сократили позицию, хотя наша средняя была выше. Итак, мы использовали первый прием. Первый прием это работа внутри позиции, когда мы рассматриваем позицию не целиком, как посредней, но ориентируемся еще и на отдельные сделки. То есть нам важно на отдельных сделках генерировать кэш, генерировать прибыль. Как только состоялся первый отскок выше 12, вот сюда, в данный район, мы сократили сразу 200 лотов от указанной позиции, хотя средняя у нас была 12.25, 12.26. Для чего мы это сделали? Мы это сделали для того, чтобы в отдельно взятой сделке зафиксировать 30 долларов прибыль. И на тот случай, если бы снова начались движения на этом уровне вниз, мы бы эти сделки делали ровно такое количество, сколько бы вот здесь продолжало это движение. Несмотря на то, что нам шаблон показал очень сильный сигнал, мы еще используем правило. Мы никогда ничего не исключаем. Мы всегда даем возможность нашему шаблону ошибиться, несмотря на то, что он ошибается крайне редко. И это крайне редко происходит никогда. То есть это может произойти только в каком-то крайнем случае, когда, допустим, биржу закрыли. Поэтому мы полностью доверяем шаблону. Мы начинаем формировать позицию пассивному сигналу. Но когда проходят первые движения, у нас накладывается, так сказать, система шаблон на методику входа. То есть мы настолько в своей работе совершенны, что более того, используя систему шаблон, которая генерирует нам сигналы, мы дальше нее поместили прокладку методику входа. И мы отсекаем, так сказать, отсекаем свое желание забирать все из системы шаблон. Методикой входа, которая, да, а, понижает нашу прибыль, потому что мы не добираем, но она нас и обезопасит, все будет на будущее. От каких-то сильных кризисов и прочих моментов. То есть мы всегда стратегически идем по одному пути. Мы знаем, что это движение сильное, мы знаем, что оно будет сильное, но мы говорим, рынок, мы сегодня у тебя заберем не всю возможную прибыль, а строго с указанием того, какая у нас стратегия, полностью используя всегда в одном и том же моменте методику набора позиции и также нам в помощь наша система шаблон, которую мы за 20 лет совершенствовали, так сказать, до идеальной точности. Итак, мы сделали в ней системную сделку внутри позиции, мы забрали на ней 30 долларов, и получилась ситуация, что мы вышли немножко ниже средней. Что нам нужно делать в этой точке? Мы начинаем использовать прием вилка в этой точке, и мы делаем следующее. Следующий выход мы сделали, допустим, выше средней. Чем оба эти выхода, один ниже средней, один выше, получились по нашей средней цене. То есть мы ничего не потеряли, мы лишь просто сократили свою позицию. Итак, у нас получилось дальше, что мы сократили. Еще один у нас был стол, это вход при приближении к средней, и следующий уже у нас был вход, это выше средней, и еще один дополнительный выход, то есть выше средней. То есть два выхода ниже средней, два выхода выше средней, и мы оставили только те акции, которые, то количество акций, которые нам нужно в портфеле. То есть у нас доходило до 1000 лотов позиция, потом у нас осталась позиция, уже 500 лотов, которую мы решили не снижать, а оставили ее под более сильное движение. То есть мы, по сути, приостановили торги в этой точке, потому что нам уже интересны цели, не внутридневные. Внутридневную мы работу сделали. Наша внутридневная работа была направлена на набор позиций, которую мы хотим. Вот, допустим, 2-3 дня назад акция стоила 15 долларов, но мы, допустим, хотим по половине этой позиции увидеть 14 долларов, а по остальной половине позиции увидеть также там 15, допустим, 16 долларов. Это из-за того, что действует первое наше правило, направленность позиции. То есть мы смотрим вверх. Соответственно, мы не стали даже сокращать этот остаток, когда увидели локальный максимум сегодняшнего дня 12.45, и даже не стали перезаходить эти 2 цента. Все, у нас позиция направлена. Далее мы используем 2 своих приемчика внутри методики. Это опять же вилка, только вилка у нас стала другая. Теперь снова мы увеличим данную позицию, только уже если будет обновлен локальный минимум. То есть если акция пойдет вниз и будет уже значительно ниже 11, грубо говоря, 60, уже значительно ниже, тогда мы уже снова будем набирать ее к себе в портфель. Почему? Потому что набор выше этих значений не приведет к серьезному усреднению позиции. То есть цена не станет более привлекательной. Она у нас и так привлекательная. 12.20. И если акция на пару долларов вырастет, как она была буквально несколько дней назад, то эта позиция принесет на плюс 1000 долларов чистой прибыли. И мы перестали мельтешить вот на этом уровне. Где-то мельтешить. Мы, может быть, какие-то внутрисистемные сделки, внесистемные будем совершать снова. Но это уже будет после приема вилка. То есть прием вилка совмещаем с приемом шире шаг. То есть все. Выходим, позиция сформирована, забыли про нее. Либо она нам понадобится уже на сильном выходе. То есть когда ее вынесет. Либо у нас уже будут новые входы, которые позволят эту позицию очень сильно нам усреднить. Для этого нам нужно воздержаться от торговли. Сидеть и спокойно ждать изменения цены на очень сильный диапазон. Либо вверх для продажи, либо вниз для покупки. То есть и то, и то для нас хорошо. Почему я объясняю, что если вы используете систему шаблон, используете методику входа, используете стратегию buying power, три элемента вместе, как в одну вы связали систему, которая должна дать вам прибыль, то вы отсекаете от себя моменты, так сказать, вот ненужных сделок. У вас есть активный период сделок. И вы видите, что сегодня он был, когда было совершено сильное движение, акция очень сильно упала, у вас был активный период сделок. Вы набираете позицию, потом вы сокращаете позицию, потом она вылетает выше средней, вы сокращаете до неснижаемого остатка. И тут пауза. Почему? Потому что вы поставленные задачи выполнены. То есть любой вход и формирование позиции, он должен соответствовать поставленным задачам, которые вы поставили себе заранее. То есть эти позиции, они поставлены вами себе заранее. А теперь вы точно знаете, что вы будете делать при сильном росте к целям. Вы сократите позицию и выйдете из позиции. При обновлении нового локального лоу, вы снова начнете новым объемом торговать, дополнительным, и что позволит вам сильно опустить среднюю. Но торговать на этом уровне даже дальше бессмысленно. Это на средней не отразится, это отразится лишь на увеличении вашего пакета. А вы должны понимать, какой на отдельный инструмент, так как инструментов много, и эти все инструменты могут быть в портфеле. В обычных портфелях, как правило, треть из этих инструментов всегда присутствует, как у нас сейчас присутствует в таблице, как вы видите. Это те инструменты, которые уже торговали. А это те инструменты, и у нас их сегодня 8, которые представлены в портфеле, и по которым уже сформированы позиции, долгосрочные. По многим здесь будут получаться дивиденды. Дивиденды большие, 20-30% годовых, и уже будут инвестироваться только дивиденды. Есть и бездивидендные акции. Вот сегодня мы рассказываем вам про консуленджи. Она дивиденды не платит, но у нее очень сильные, хорошие движения, и поэтому она присутствует в портфеле. И как вы видели, что сегодня цель мы выполнили, мы минус 500 долларов по позиции превратили в ноль, и уже плюсовала она. При 12.45 она уже показывала, плюс там 100 долларов. И эта позиция достаточно мощная в портфеле. Она ждет каких-то новых цен, для того, чтобы продолжал я с ней, с этой позицией работать. Открываем снова терминал TradeStation. И смотрим, так сказать, смотрим по динамике, по движению этой акции. Мы видим, что это может произойти даже не сегодня и не завтра. Это означает, что мы совершенно спокойно будем заниматься другими акциями, а этой акцией мы заниматься не будем. И полностью повторим этот алгоритм, повторим этот алгоритм при следующем сильном движении. То есть будет сильное следующее движение к какому-то сильному сигналу либо вверх, либо вниз. И если, допустим, первый вариант, повторится движение вниз, как у нас, на новых лоу, мы повторим алгоритм, мы снова увеличим позицию до максимально допустимой, то есть у нас есть и так как и неснижаемая позиция в нашей стратегии методики входа, так и есть и максимально допустимая. Мы увеличим позицию до максимально допустимой, очень сильно понизится средняя. После того, как будет снова сильное движение, мы снова сократим эту позицию до минимальной позиции и снова будем смотреть вверх. Но уже, если цена будет, допустим, 11, то наши цели, которые у нас сегодня 13,5, скажем, 14, они очень сильно понизятся. То есть для того, чтобы взять наши 3 доллара или 2 доллара, мы уже можем понизить целые до 12,50, до 13. И у нас будет тот же пакет акций по низкой средней. И так же мы сократимся, и так же он будет плюсовать, как он и сейчас плюсует и находится в нулях. Поэтому начинает действовать тот принцип, о котором я много говорю, но его мало кто понимает. принцип того, что трейдер, несмотря на то, что у него есть система, шаблон, которая показывает рынок, она показывает сильные сигналы. Есть методика входа, которая позволяет создать вход, так сказать, и твоя средняя всегда будет рядом с рынком, либо выше рынка. У тебя есть стратегия, по которой ты действуешь, и у тебя всегда есть хэш, и получается четвертый фактор, что тебе без разницы, куда пойдет рынок. Вот я совершил сегодня действие с этой акцией, я сформировал по ней позицию, я вам рассказал, чего я от нее жду, и вы видите, что мне действительно без разницы, куда пойдет рынок. То есть я эти уровни для себя приемлемые, так сказать, выделил, и дальше, если акция будет снижаться, и снижаться сильно буду и усреднять, но эти уровни будут становиться для меня все более приемлемыми, все более интересными, все более сладкими, а на сладких уровнях, как известно, намного приятнее формировать портфель. И это вы могли убедиться на предыдущих акциях, которых сегодня нет в портфеле. Нет у нас в портфеле акции, которые мы формировали в районе 4-5, и мы говорили, что эти цены для нас очень приятные, очень сладкие, мы формируем все, а потом она вырастает на 90%, и мы также легко с ней расстаемся, с этой акцией. И больше на этих уровнях мы с этой акцией не торгуем, потому что, ну, что может быть лучше, чем взять целых 90% прибыли в долларах за буквально там 3-4 недели. У нас есть любимая наша акция TransOcean, которая ходила к нашей цели 7.50, буквально вот недавно, пару дней назад, она была там, где была наша цель 7.50, и она формировалась нами тоже по сигналам, и мы забрали все эти движения, и в районе 4-х, и последний раз в районе 4-х мы тоже сформировали, но раз она показывает такое сильное движение, то когда уже 50% прибыли, 70% прибыли, естественно, ты с этой акцией расстаешься, и раньше наши цели в этой акции были, скажем, 11.50, 12, но раз мы смогли по методике и по стратегии сформировать сильные позиции в районе 4-х, и она показала 6-7, то уже нужно и честь знать, нужно забрать столько прибыли, сколько разумно можно унести, а за месяц 80-90% прибыли в долларах, это очень, даже очень разумный ход, можно, конечно, от жадности ждать дольше, но лучше переключаться на новые идеи, у нас список широкий, он расширяется, и скоро вот это окно будет опускаться вниз, все ниже, ниже, глубже, глубже, тут будут все больше, больше, больше акций, представленных, с которыми мы будем работать по одной и той же стратегии, по одной и той же методике, и все эти акции будут появляться в нашем портфеле, который мы ведем онлайн, и из этого портфеля каждый день совершаются сделки, и они на реальном счету, по ним есть заверенный стейтмент, и так далее, и тому подобное, они все сюда, вот в этот портфель, в реальный, поступают, потом мы увидим, какая у нас будет среднегодовая доходность, вы увидите, что можно совершать сделки плюс в подряд, и что этих сделок будет у вас ни одна, ни две, ни три, и что их будет тысячи, что это будет тысяча сделок плюс подряд, пять тысяч сделок плюс подряд, в зависимости от того, сколько этот портфель вести, и публично его показывать, но пока планируем полностью продемонстрировать создание венчурного фонда онлайн, на этом портфеле, вести его два, три, пять, семь лет, пока он не станет уже неприлично большим, и так, сегодня мы разобрали, что такое методика набора позиций, как она происходит, что нужно выбрать день с сильной волатильностью, максимальной силой движения, что нужно использовать всю волатильность и повторять этот алгоритм многократно, если рынок и движение рынка позволят это сделать, сегодня, да, допустим, мы могли бы и забрать еще движение на разбираемом нами акции, сейчас мы ее откроем, да, мы могли, конечно, еще 100 лотов сбросить, по 12.45 и по 12.20 войти, но от добра добра нечет, раз мы их уже не сбросили, оставили их на неснижаемом остатке, то уже мы и не заработали этот лишний движение, считаем, что мы вход совершили правильно и лишнего нам не нужно, что лучше мы эти лоты скинем выше, по прямому вилку выше вот этого локального максимума, если он будет где-то в районе 12.70 и перезайдем ими только, да, снова в районе, допустим, 12.30 и все, это будут уже сделки, уже внутри позиции, это будет уже дополнительная методика внутри методики, понимаете, также, что мы использовали, мы использовали, конечно, вторичные факторы, такие, как там трехлетний лоу или из лоу, да, мы подождали, мы не стали набирать, а мы стали первый раз набирать эту акцию, только дождавшись своего уровня, только дождавшись своего уровня, при котором нам эта акция стала интересна, и мы, как и предполагали, начали свой первый ход от сильного сигнала, то есть, мы все эти факторы, я их потом, когда буду, это видео сначала выложу, оно полежит, вы его посмотрите, потом у него будет время, я залью его в графический редактор и еще раз прослушаю и буду вставлять основные аксиомы, основные постулаты, они будут высвечиваться, чтобы они отложились в голове, чтобы это видео стало учебным и можно было его пересмотреть, ставить на паузу и понимать, как работает, как работает методика набора позиций, входа, как это правильно делать, как это делать безошибочно, спокойно, чтобы потом у вас не было никаких эмоций, ничего, то есть, опять же, повторюсь, если вы когда-то наткнетесь на книгу, а их миллионы, психология, трейдинга или рынка, значит, она написана непрофессионалом, просто ее не открываете, потому что у трейдера работа одинаковая, она всегда по плану и трейдеру без разницы, куда пойдет рынок, вверх или вниз, а соответственно, раз ему без разницы, куда он пойдет, вверх или вниз, у него есть два плана, соответственно, психология отсутствует, это обычная, рутинная работа, как машину водить, как, не знаю, землю рыть, как кирпичную стену делать, то есть, нужна просто методика для набора позиций, знать, как работать внутри позиций, знать, что ты работаешь в направленной позиции, ты знаешь, как правильно усреднить эту позицию, ты знаешь, как довести эту позицию до стабильной, прибыльной, дивиденны, но данная акция пока не платит дивидендов, но все остальные акции у нас дивиденды, То есть это означает, что работа вообще с позиции рано или поздно должна прекратиться и просто ты получаешь дивиденды и используешь уже эти дивиденды. Также мы использовали и вторичные факторы, и вторичные индикаторы, то есть вторичные индикаторы, допустим, сигналы подтверждающие по 15 минуткам, у нас был очень сильный сигнал по RCI, да, и вы видите, что это были максимально глубокие значения, которые подтвердили нашу первичную точку входа. Даже где-то у нас тут присутствует и стахастик, и вы видите, что он должен был внизу, и он был внизу, да, на достаточно серьезных таймфреймах. И если переложить на час, так он вообще показывал чистый вход, то есть абсолютно безошибочный. Также есть всякие дополнительные индикаторы, которые работают, но в более глобальных таймфреймах они показывают, что здесь уже практически 4 месяца идет мощный выкуп. И также есть индикатор, вы видите его название, он подтверждает, он находится на максимальных своих значениях, но он уже и подтвердил первый рост. Первый рост в 40% в этой акции состоялся, и мы его отнаблюдали, посмотрели, нам уж еще нужен был фактор двойного дна. Если он свершится, то для нас это будет как дополнительный фактор, подтверждающий, что место для начала набора позиций у нас в этой акции, оно выбрано абсолютно правильно. Далее мы уже будем управлять стабильной позицией, управление стабильной позицией, простое, когда она очень-очень сильно плюсует, а мы на это надеемся, ведь мы работаем с нормальными позициями. Когда будут наши цели, там 13, 14 мы будем сокращать и уже на средних сигналах входить, мы уже не будем входить на глобальных сигналах. Мы уже начертим, у нас будет уже канал, у нас будет уже канал роста, который может быть 2-3, это будет 2-х годовой канал, 3-х годовой канал, и мы будем идти просто по линии поддержки, по нижней мы спокойно наверху этого канала по сильным сигналам будем эту позицию сокращать или вообще обкешиваться. А на каких-то устойчивых уровнях нижней границы канала, которые неоднократно подтвердятся, мы будем снова входить в этот неснижаемый остаток, поэтому управление стабильной позицией, оно достаточно проще. Это напоминает перетряхивание портфеля со стабильными позициями, а может быть нам повезет и этот уровень боковика, допустим, небольшого, допустим, уровень 11-14 продержится вообще года 2-3, тогда мы стабильно, тихо, не суетясь, будем зарабатывать деньги. У нас будет термин еще, длительность позиций во времени, сколько можно позиций заниматься, 2-3 года, 4, да столько, сколько существует ваш фонд частный, если вы правильно формировали, вы можете заниматься этими позициями 5-10 лет и прочее. То есть вы просто будете лишь определять количество лотов в позиции, вы просто будете иногда позицию сокращать, иногда ее увеличивать, будете максимально допустить количество лотов в позиции, при усреднении на позицию, не переходить этот остаток, вы всего это научитесь делать и будет это у вас все происходить автоматически. То есть у вас есть план, у вас есть стратегия, у вас методика, у вас есть система шаблон, которая прекрасно настроена, вы понимаете, вы действуете и минимальное количество лотов, вы уже будете его чувствовать, что где, как вот мы из АМ, из TransOcean вышли полностью после 90% роста, так и вы будете чувствовать, когда этот рост, вы понимаете, что он примерно иссяк или он будет, какая-то будет все равно легкая коррекция или прочее, но эта идея уже будет отработанная, как вот вы видите здесь, что да, у нас и была и коррекция, и легкая коррекция была и в одной акции, и была она в TransOcean, но мы в нее не входим, даже если этот тренд и рост, даже если он продолжится, то есть вот хорошее, допустим, сильное движение 6.50, там 6.30, то есть или вот еще на более глобальном таймфрейме, то есть 7.20, уже 6.20 мы сходили, то есть уже доллар в TransOcean, доллар уже коррекция просуществовала. И казалось бы, можно войти и снова ждать 11, но зачем, если у вас была возможность формировать по 4, на самом низу позицию вы уже взяли от нее 90%, ищите такие же подобные идеи. А в эту акцию входите уже, когда будут снова сладкие цены или очень-очень сильные сигналы. Либо, когда в следующий раз будет такой уровень 4, а это же продолжалось очень долго, это же не продолжалось один день в TransOcean, то есть отрабатывали один раз 4, 70% рост, второй раз 4, 50%, третий раз 4, 90% рост, 80% рост. Просто в следующий раз, когда вы доверяете систему шаблона и ждете уже сигнал продолжения тенденции на более глобальном таймфрейме, просто набирайте больше эту позицию. Мы ее сократили, потому что нам понадобились деньги на другие акции, которые в тот момент сильно шли вниз, и нам нужно их просто было узринять. Но в следующий раз, если фонд у вас достаточно большой, у вас есть резервы, у вас есть, конечно, поддержание стратегии BindBowr, просто больше наберите эту акцию и долго ее распродавайте. И даже в момент роста 90% сокращайте ее до какого-то минимального остатка, и у вас тогда будут деньги на вне системной сделки. Но мы этим просто в данный момент не занимаемся, потому что у каждого фонда есть, так сказать, его местонахождение во времени. То есть у него есть, вот сейчас у нас 2,5 месяца, и это стартап. То есть мы определяемся с количеством инструментов, мы должны сделать естественную диверсификацию. По естественной диверсификации на моем канале уже есть видео, и она так и называется, естественная диверсификация, да. Мы находимся на этапе формирования портфеля, мы только лишь старт портфеля прошли, мы лишь рассказываем основную стратегию, и приемы, и прочее. Дальше у нас будут и дивидендные отсечки, и парный трейдинг, и природу гэпов мы разберем, как сегодня. То есть и все это у нас будет, и все это упрется в горизонт инвестирования, и чем дольше горизонт вашего инвестирования, тем вы больше заработаете денег на бирже. Всего доброго, удачи вам в торгах, спасибо за внимание.